Искусный повар – это немного химик, дизайнер, декоратор и даже фокусник. Ведь в его руках набор самых обычных продуктов превращается в кулинарный шедевр. В этом можно было убедиться на конкурсе профессионального мастерства по профессии повар среди мастеров производственного обучения учреждения образования области. Даже для нас, экспертов, каждый конкурс – это стрессовая ситуация, потому что здесь выступают наши ученики, мы тоже очень сильно волнуемся, за них переживаем. Ну а для самих участников это в первую очередь, наверное, какой-то рост для себя, даже для себя, не показать престиж своего учебного заведения, ну и рост для себя. Каждый участник показал себя, ну скажем так, с хорошей стороны, есть творчество, вы видите, блюда у всех разные, вроде бы составляющие одинаковые, но при этом блюда совершенно разные, да, и подача у них разная, и по применяемым технологиям тоже блюда отличаются. За четыре часа девяти участникам предстояло приготовить холодную закуску, салат «Папараць-кветка», крем-суп и горячее блюдо «Драники» по-домашнему, в авторской интерпретации. К процессу приготовления конкурсанты подошли творчески, креативно и с душой. Домашние «Драники» готовили в форме колбасок, запекали вафельницы, начиняли грибами, украшали орнаментом из клюквы, узорами из сливок и воздушным декором. Я сама с Драгичина, и у нас бездежки фартушок есть, и у нас национальность подавать «Драники» именно с макухой. Что это такое макуха? Макуха – это лен, специально выращенный, перемолотый, подсушенный, с добавлением соли и предспеций. Мои драники, они подаются соусом смородины, подаются с беконом и подаются яйцо пашот. Интересно поучаствовать, потому что проявляешь свой профессионализм, мастерство, навыки и учишься от коллег. Каждое конкурсное блюдо необходимо было приготовить в двух экземплярах, один из которых с приложением меню отправлялся в демонстрационный зал. Здесь жюри оценивало соответствие ингредиентов сборнику рецептур, оформление и креативность подачи. А второй экземпляр дегустировали опытные профессионалы – искусные шеф-повара брестских ресторанов. Во-первых, поздравляю всех конкурсантов с тем, что они прошли этот путь, они поготовили, все большие молодцы на самом деле. Видно, что люди старались, повара. Но хочу пожелать, чтобы саморазвивались. Сейчас много информации в том же интернете, много заведений очень хороших, дают шеф-повара консультации. Ну, у нас уже есть явный такой фаворит, да. Я думаю, он на шаг впереди всех. А в принципе, остальные все наравне так идут, наравне. Фаворитом жюри стала Мария Кравчук из Лунинца. Именно её блюдом жюри присудила самую высокую оценку. А представительница Бреста Дарья Манайчук досталась почётное второе место.